В эфире очередной информационно-аналитический выпуск портала Интернет-Собор. Мир вам! Во вторник, 2 июля, в храме великомученика Георгия Победоносца Воскресенского монастыря, Преосвященнейшим Георгием Архиепиевским, Кишиневским и Молдавским, после часов мирянин Александр Фриптуляк был посвящен в Чтеца и Ипподиакона, а за Божественной Литургией Хиротонисан в Сан Диакона. В четверг, 4 июля, за Божественной Литургией Диакон Александр был рукоположен в Сан Пресвитера. Батюшка будет служить в селе Похребе Дубосарбского района Республики Молдова. 7 июля, за Божественной Литургией в Одесском храме Архангела Михаила, митрополит Агафангел посвятил в Ипподиакона и рукоположил в Сан Диакона чтеца Дионисия Павловского. 6 июля в Киеве, в конференц-зале гостиницы «Мир» по инициативе общественного движения Народный собор Украины, лидер Игорь Друзь, состоялось Всеукраинское собрание православной общественности, собравший русских патриотов, активистов Украинской православной церкви, Московского патриархата, монархистов и казаков, давно и регулярно критикующих деятельность своего предстоятеля, митрополита Владимира и его окружения. Собрание единодушно поддержало обращение к патриарху Кириллу с просьбой анафематствовать известных сотрудников Киевской митрополии и ликвидировать нынешний статус Украинской православной церкви, самоуправляемой церкви с правами широкой автономии, сообщает религия в Украине со ссылкой на пресс-службу Народного собора Украины. Московский приход РПЦЗ приглашает на байдарках в несложный детский поход на 2-3 недели с конца июля. Опыт большой, снаряжение есть, дети нормальные и тому подобное. Организаторы обязуются все организовать и помочь с байдаркой Т-3. Маршрут обсуждается. Вариант станция Матко, станция Гемольская, в зависимости от группы. Также рассматриваются ладжерские шхеры и посещение в конце на катере острова Валаам. В Варнии в больнице Святой Марины болгарским журналистам подтвердили факт смерти митрополита Варнинского и Великопреславского Кирилла. Его тело было найдено около 10 часов утра 9 июля на берегу Черного моря в местечке Траката, на пляже близ Варны. В настоящее время там проводят следственные действия. Однако уже сообщается, что митрополит был большим любителем ловли мидий, для чего и пошел утром к морю. Умер он, судя по всему, в результате трагического случая. Однако, по сообщению некоторых СМИ Болгарии, в прокуратуре не исключают, что смерть могла быть насильственной. Митрополит Варнинский и Великопереславский Кирилл родился 8 июня 1954 года. Сам митрополита был возведен в 1989 году. После кончины патриарха Максима с 10 ноября 2012 года он являлся местоблюстителем патриаршего престола. 4-18 июля день расстрела святых мучеников царя Николая, царицы Александры, царевин Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и царевича Алексея. Когда-то день 17 июля так называемого нового стиля был днем скорби, был днем траурным, потому что в этот день русский народ и русское зарубежье воспоминали страшное злодеяние, когда царская семья была злодейски умершлена в подвале епатийского дома. Это был траурный день, но не теперь. Теперь царственная семья прославлена как семья святых мучеников. Когда церковь прославляет какого-нибудь святого, то не она делает его святым, она только возвещает людям о том, что какой-то человек или группа людей прославлены у Бога и Богом. В житиях святых есть замечательный пример. Когда-то один человек, занимавший очень высокое положение, знатный и очень богатый, ушел в монастырь, в монашество и стал жить так, как жили другие подвижники, отшельники в посте, молитве и лишениях. Около него жили многие другие, и многие из них несли более строгие подвиги, чем он. И однако же народ стал идти к нему, пользуясь его вдохновенными беседами и наставлениями. А Господь прославил именно его даром прозорливости и чудо-творения. Один из иноков даже спросил своего старца, почему это так? Тот, о котором идет речь, подвижник, конечно, но он не выделяется из других. Наоборот, есть другие, которые более строгий образ жизни ведут, но они не украшены чудо-творениями и прозорливостью, этими духовными дарованиями. А почему Господь его именно так отметил? Старец сказал, вот почему. Все эти остальные, которые уходили в монашество, пошли на подвиг, стали монахами. Но по существу мало чем изменили окружающую жизнь. Они ни от чего особенного не отказались. Жили скромно, небогато, как все другие. А этот человек очень знатный, очень богатый, бывший, можно сказать, на самой вершине жизни. Он совершил подвиг отречения от мира гораздо больше, чем те другие, которые его окружали. Он отказался от высоты, он отказался от почестей, он отказался от всего, и он теперь поэтому Господом так и украшен. Ибо его подвиг отречения от мира гораздо больше и глубже, чем у других. Когда речь идет о почитании царской семьи, никогда не следует забывать, с какой высоты эти люди опустились вниз. В бездну страшных страданий. Ведь мы знаем из их жизни описание, что им пришлось пережить. В первое время, когда произошло это злодеяние, их имена святые поливались грязью обильно. Чего только не говорили про царскую семью. Но все это, как шелуха, теперь отпало. И перед миром действительно стоит семья чисто христианская. Блистающая добродетелями, а в особенности, конечно, себя по-христиански проявившая в эти годы унижения и скорби, которые выпали на их долю. С какой высоты они упали или их сбросили их враги. А мы знаем, что когда они жили, претерпевали страшные поношения и скорби, в это же самое время они сияли изумительной кротостью, беззлобием, всепрощением и доброжелательством. Знаем, что поэтому их злые враги, которые командовали и заправляли всем, все время меняли их караул, который их караулил. Они ставили к ним самых грубых, самых, казалось бы, развращенных, опустившихся морально охранников. Те сначала издевались над беззащитными узниками, а потом их кротостью, их незлобе, их удивительное доброжелательство действовали на них так, что они постепенно смягчались, и из врагов становились друзья. Поэтому, повторяю, и меняли постоянно их злые враги этот караул, потому что их добродетели смягчали все ожесточенные сердца врагов. И вот этот-то подвиг они совершили до конца, в духе беззлобия и любви христианской, и в конце концов были умершвлены злодейские. Захват нашей Родины властью бесовских сил, их кажущаяся такой неотразимый поступь во всем мире, растерянное бессилие властводержателей мира перед этой ужасно-водящей поступью власти торжествующего зла, неумение этих по церковному слову только царюющих, а не державнующих властителей, противостоять и их пугающему порабощению, чем все это можно объяснить как не тем, что 95 лет назад, 17 июля 1918 года, исполнилось древнее пророчество апостола, из мира был взят удерживающий. Тот, кто держаствовал не по многомятежному хотению человеческому, но по Божьему избранничеству, и, честно ходя перед Богом, совершал свой царственный долг. Церковь русская за границей заслуженно прославила царскую семью как мучеников, и мы должны молиться им о том, чтобы они своими крепкими молитвами у престола Господа Славы заступили несчастную страну, которую они так любили, и чтобы Господь помиловал и освободил ее от страшного гнета и материального, и, что самое страшное, духовного. 5-18 июля память святой княгини Елисаветы. Святая преподобная мученица и великая княгиня Елизавета Федоровна была вторым ребенком в семье великого герцога Гессендармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери королевы английской Виктории. Еще одна дочь этой четы Алиса стала впоследствии императрицей российской Александрой Федоровной. На 20-м году жизни принцесса Елизавета стала невестой великого князя Сергея Александровича, пятого сына императора Александра II, брата императора Александра III. Она познакомилась с будущим супругом в детстве, когда он приезжал в Германию со своей матерью императрицей Марии Александровной, также происходившей из Гессенского дома. До этого все претенденты на ее руку получали отказ. Венчание состоялось в церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Великая княгиня напряженно занималась русским языком, желая глубже изучить культуру и особенно веру новой своей родины. Великая княгиня Елизавета была ослепительно красива. В те времена говорили, что в Европе есть только две красавицы и обе Елизаветы. Елизавета Австрийская, супруга императора Франца Иосифа, и Елизавета Федоровна. Великий князь Константин Константинович Романов посвятил Елизавете Федоровне стихотворение. Оно написано в 1884 году. Я на Тебя гляжу, любуясь ежечасно. Ты так невразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в Твоих очах таится глубина. Как ангел Ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многое, Твою не запятнает чистоту. И всякий, увидав Тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту. В 1888 году император Александр III поручил Сергию Александровичу быть его представителем на освящении храма святой Марии Магдалины в Гефсимане, построенного на святой земле в память их матери. Узнав о возможности посетить святую землю, Елизавета Федоровна восприняла это как указание Божие и молилась о том, чтобы там у гроба Господня Спаситель сам открыл ей свою волю. После посещения святой земли великая княгиня Елизавета Федоровна решила твердо перейти в православие. В 91-м году император Александр III назначил великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором. 5 февраля 1905 года Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Когда Елизавета Федоровна прибыла к месту взрыва, там уже собралась толпа. Кто-то попытался помешать ей подойти к останкам супруга, но она своими руками собрала на носилки, разбросанные взрывом, куски тела мужа. После первой панихиды в чудовом монастыре Елизавета Федоровна возвратилась во дворец, переоделась в черное траурное платье и начала писать телеграммы. И прежде всего сестре Александре Федоровне, прося ее не приезжать на похороны, так как террористы могли использовать этот случай для покушения на императорскую чету. На третий день после смерти мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца. Каляев сказал, я не хотел убивать вас, я видел его несколько раз в то время, когда, имея бомбу, наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть, и вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним, ответила она. Далее она сказала, что принесла ему прощение от Сергея Александровича и просила убийцу покаяться. В руках она держала Евангелие и просила почитать его, но он отказался. Все же Елизавета Федоровна оставила в камере Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо. Выходя из тюрьмы, она сказала, моя попытка оказалась безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, что в последнюю минуту он сознает свой грех и раскается в нем. После этого великая княгиня просила императора Николая II о помиловании Каляева, но это прошение было отклонено. На месте убийства мужа Елизавета Федоровна воздвигла памятник, крест, сделанный по проекту художника Васнецова. На памятнике были написаны слова спасителя, сказанные им на кресте, «Отче, отпусти им, не ведают Бог, что творят». 10 февраля 1909 года великая княгиня сняла траурное платье, облачилась в одеяние крестовой сестры любви и милосердия и, собрав 17 сестер, основанные ее обители, сказала, «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих». Знаменательное посвящение созданной обители святым женам мироносицам, Марфе и Марии. Обитель должна была стать как бы домом святаго Лазаря, друга Божия домом, в котором так часто бывал Спаситель. Сестры обители призывались соединить высокие жребия Марии, которая внимала глаголам вечной жизни, и служение Марфы, служение Господу через ближнего своего. Марфа-Маринская обитель, великая княгиня, вела жизнь подвижницы. Спала на деревянных досках без матраса, тайно носила власеницу и вериги. Об этом рассказала в своих воспоминаниях подвижница Марфа-Маринской обители, монахиня Любовь, в миру Ефросиния. Однажды она, еще не обученная монашеским правилам, вошла в покой настоятельницы без молитвы и не спросив благословения. В келье она увидела великую княгиню во власенице и веригах. Та, нисколько не смутившись, сказала только, «Душенька, когда входишь, надо стучаться». Драгоценное воспоминание о великой княгине, митрополита Анастасия Грибановского, лично ее знавшего. Она способна была не только плакать с плачущими, но и радоваться с радующимися, что обыкновенно труднее первого. В апреле 1918 года, на третий день Пасхи, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, Елизавету Федоровну арестовали и немедленно вывезли из Москвы. Это произошло в тот день, когда святейший патриарх Тихон посетил Марфа, Мариинскую обитель, где служил божественной литургии и молебен. После службы патриарха до четырех часов дня находился в обители и беседовал с настоятельницей и сестрами. Это было последнее благословение и напутствие главы Русской Православной Церкви Елизавете Федоровне перед крестным путем на Голгофу. Узнав о случившемся, патриарх Тихон пытался через различные организации, с которыми считалась новая власть, добиться освобождения великой княгини, но старания его оказались тщетными. Все члены императорского дома были обречены. Елизавету Федоровну и ее спутницы направили по железной дороге в Пермь. По пути в ссылку она написала письмо сестрам своей обители. Вот выдержки из него. Господи, благослови, да утешит и укрепит всех вас воскресение Христово, да сохранит нас всех с вами, мои дорогие, преподобный Сергий, святитель Дмитрий и святая Ефросинья Полоцкая. Не могу забыть вчерашний день. Все дорогие и милые лица. Господи, какое страдание в них. О, как сердце болело. Вы мне становитесь каждую минуту дороже. Как я вас оставлю, мои деточки, как вас утешить, укрепить. Глубокой ночью, 18 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, великую княгиню Лисавету Федоровну вместе с другими членами императорского дома бросили в шахту старого рудника. Когда озверевшие палачи сталкивали великую княгиню в черную яму, она повторяла молитву, произнесенную распятым на кресте спасителем мира. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Затем чекисты начали бросать в шахту ручные гранаты. Один из крестьян, бывший свидетелем убийства, говорил, что из глубины шахты услышали звуки херувимской, которую пели страдальцы перед переходом в вечность. Елизавета Федоровна не на дно шахты упала, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. Рядом с ней нашли тело Иоанна Константиновича с перевязанной головой. С тяжелейшими переломами и ушибами она и здесь стремилась облегчить страдания ближнего. Пальцы правой руки великой княгини и инокини Варвары оказались сложенными для крестного знамения. Скончались они в страшных мучениях от жажды, голода и ран. Останки настоятельницы Марфа-Маринской обители и верной келейницы Варвары в 1921 году были перевезены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой равнопостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Грозно удары гудят и гудят, Колокол плачет и стонет. Пьяный народ под зловещий набат Совесть навеки хоронит. Дергает в веревье страшный звонарь Злобой и яростью пьяной. В зареве красном зловонная гарь Носится в дымке туманной. Громко скликает гудящая медь Иуд на кровавое вечер. Рвется на волю двуногий медведь, Падая кубарем с печи. Рушатся кровли церквей и палат, Падают в парке березы. Эхом звериным далеко звучат Вопли, хулы и угрозы. Челядь под крики и звон топоров Празднует праздник свободы. С песнями пляшут у ярких костров Диких людей хороводы. Льется сиуха, ликует разврат, Верности нынче не стало. Зычно скликает погромный набат К падали красных шакалов. Шапка упала к ногам звонаря, Ждать, мол, осталось немного. Выкинул он из России царя, Люди восстали на Бога. Грозно удары гудят и гудят, Колокол плачет и стонет. Пьяный народ под зловещий набат, Совесть навеки хоронит. Пьяный народ под зловещий набат, Совесть навеки хоронит. На этом очередной информационно-аналитический выпуск портала Интернет-Собор подошел к своему завершению. Мир вам и радость от Господа! Субтитры создавал DimaTorzok